всем здрасте друзья снова на моем канале сегодня такой небольшой обзорчик кое-каких приобретений 3 фонаря так скажем и коробочка с пластинками токарными и фаска сниматель много сейчас по порядку от первым на очереди будет вот такой фонарик ссылочка естественно будет в описании под роликом светодиодные три режима у него встроенный аккумулятор чем он хорош в принципе для меня зарядка юсби вот короче говоря зарядка микро юсби кабель у него в комплекте шел коротенький но без блока питания но собственно для меня это не проблема от телефонов куча этих блоков питания короче есть вот такая вот скоба чтобы на одежду вешать можно было также есть что очень прикольно у него магнитное основание то есть он может куда-то на станок прилепиться на автомобиль короче везде где есть железо металл магнитный и есть еще у него классная такая штука вот этот зацеп из основания он так раскладывается можно просто тупо вешать его например в палатке или также там на капот можно подвесить если у вас пластмассовый капот и не магнитится вот но короче использовать можно в подвешенном состоянии вот здесь находится кнопочка такая у него и собственно вот так вот он светит но конечно это вам ничего не даст в торце у него находится еще маленький светодиодик вот короче светит он замечательно я засекал короче на полной зарядки где-то 5 часов он горит вот ну акум я если честно там не в курсе сколько у него по емкости особо не интересовался для меня он удобен вот именно для работы где-то прицепил там что-то в станок залезть или тому что-то подсмотреть дополнительную подсветку поставить ну и также для когда в автомобиле надо что-то полазить тоже прикольно ну и соответственно он вот типа в сложном состоянии вот так выглядит вот и можно его вот так использовать как под как подсветочку стола например можно можно его выгнуть в обратную сторону собственно вот скобой за карман например цепляется фонарик и также прекрасно работает освещает вот вот такой фонарик приколюшка короче пришла с китая мне нравится такие штуки качество изумительное мне очень понравилось я не ожидал если честно что будет так все здорово сделано никаких тут лишних как говорится никакого облоя там не торчит косяков там ну классно сделано покрытие такое у него мягенькая резиновая короче здорово сделано вот ребят такой фонарик это раз так второй фонарик это соответственно налобный так называемый девается он на голову очень хорошо держит вот это вот лента вернее резинка клёво вот так вот он выглядит у него также тут имеется порт для mini usb заряжать тут встроенный аккумулятор очень прикольно все сделано качественно вообще качественно сделано светит он очень ярко по испытаниям я его испытывал он светит больше шести часов так вот он чуть-чуть под раскладывается чтоб грубо говоря под ноги светить себе вот так же мы можем видеть у него тут отщелкнув вот как раз акум вот такой находится у него акумчик надеюсь вам видно на 3 7 вольта так что можно будет всегда это все заменить про необходимости короче светит он прикольно у него получается 5 режимов на вот этой кнопки и один режим еще вот этот самый интересный для меня был если честно я не внимательно читал описание и просто тупо не понял я думал что это на голубенькая кнопочка и это элемент оформления не внимательно рассматривал если честно когда заказывал мне понравился дизайн я заказал его но был приятно удивлен функцией дополнительной функции короче светит он вот так ну естественно вам это ничего не скажет светит он замечательно классно раз короче это энерго сберегающий так называемый режим строп потом красный не знаю для чего но возможно и пригодится если честно не знаю кто если знает для чего это может пригодиться кроме как проявлять пленку то подскажите пожалуйста я тоже буду знать и красный строп но видимо как предупреждающий сигнал нахождение например на дороге на проезжей части или еще каких-то условиях вот и интересная вот я уже пользовался пару раз классная штука не трогая фонарик там грязными руками или перчатками когда там недавно совсем бензонасос менял в автомобиле вот нажимаем это обычный режим а как бы освещение у него и он с датчиком движения чик выключился просто рядом махнув рукой слегонца ладошкой там ну короче классная вещь мне понравился он также ссылочка будет на этот фонарик в описании вот так что вот зацените очень удобный маленький такой компактный классный фонарик так друзья это уже типа прожектор как бы рабочая лампа такая которая более так освещает более широкое пространство так скажем здесь вот изображен с одним светодиодом осветитель и с двумя здесь коробки находится как раз вот такой я такой заказывал собственно вот такая коробочка также ссылочка будет на него в описании сейчас я вам покажу как он выглядит очень классная вещь тоже блин ну качество конечно радует если честно очень сильно такой пакет я туда уже соответственно вставил батарейки вот так вот выглядит все собрано тут на винтах на под шестигранник очень здорово выглядит все качественно классно все задняя часть имеет вот такой твит тут соответственно два порта мини usb заряжать само устройство когда в нем находятся аккумуляторы и usb обычные стандартные чтобы заряжать от него телефон можно было вот такая вот удобная как бы вещь ребят классно это все глушится такой резиновый плотник и такой вставочкой это собственно кнопка он также трех режимный полный свет экономия света и строп но стробоскопический эффект такая вот у него ручка как бы подставка есть такая очень четкие щелчки классно ощущается вот так вот он ставится просто здорово можно так раз еще щелчок вот уже более наклон у него меняется ну в общем интересно так сделано то есть полностью так вот расщелкнул можно то есть его нести короче вот такой фонарь ребят и у него еще такая есть фича он сейчас в нем стоит 4 батарейки но сюда ставится забыл я такие жирные аккумуляторы удлиненные естественно вы наверняка знаете 18 650 у них маркировка у меня есть там дома фонарик старинные уже такой так скажем старинный 12 2012 года я его на велосипеде используем вот там такой как раз одна такая батарейка вот сюда ставится два таких аккумулятора чуть попозже их приобрету просто сейчас чтобы вам показать и само изделие вот поставил сюда обычные батарейки короче вот такая вот вещь светит он прикольно вот именно как осветитель такое также при ремонте автомобиля если свет вдруг пропадет хоть и не часто но в гаражах бывает такое то есть мастерскую блин раз в полгода но бывает такое 2 экономичный режим и строп вот светит он прикольно также его можно собой взять там в поход в палатку классно на дачу грубо говоря там вещь такая утилитарная классная штука мне нравится сейчас смотрю на него и он мне нравится еще больше сделан вообще качественно классно сделан так теперь я покажу вам ребят токарные пластины такие это пластины для обработки чистовой алюминиевых сплавов этом легкий сплавов так скажем а я уж чего греха таить попробовал режет прикольно классно компания такая интересная конечно я первый раз если честно сталкиваюсь чингду банк по алой materials к лтд ну не знаю купил я вот эти пластины у нас на выставку классная выставка вчера ездил с супругой даже и тоже было интересно вот и там купил сразу у пацанов со стенда грубо говоря попробовать вот пластинки эти обозреваются на сайте бипи карбит ком . 7 но я ссылочку тоже дам посмотрите ну там сайт на китайском в принципе ни хрена не понятно но тут вот режимы указаны можно посмотреть твердославные пластины но сейчас попробуем и все будет видно на каких они режимах работают вот так и еще интересная штучка тоже там у парней купил со стенда это такой держатель рукоятка и лезвие с четырьмя гранями лезвие вот маленькая обрабатывать фаски отверстий в диапазоне от 5 миллиметров и до 12 по моему да вот в чем суть работы наружная обработка производится вот таком положении вот режущие кромки собственно и обратная обработка производится вот таком положении то есть нажимаем вот сюда на кнопочку лезвие складывается просовываем в отверстие которое мы получили путем сверления и разденковываем сейчас я вам продемонстрирую просто чтобы для наглядности и вы сами увидите на эти вещи ребят я ссылки давать не буду потому что это бесполезное занятие во первых я не знаю контактами не интересовался этой фирмы которая была там представлен стенд их не поставщик оборудования но это все в легком доступе много фаска снимать или можете посмотреть загуглить в интернете ну и пластины их великое множество я сейчас данный момент попробую по тесте вот эти вот пластинки то есть короче и посмотрим что они за пластинки такие алюминиевый сплав а мг-3 алюминиевый сплав алюминиевый сплав алюминиевый градусов гуринов Ну что, годно, вполне годно. Так, поставим скорость в другую. Подача дам. Ну, тоже неплохо. Сейчас пройдусь немножко другими режимами. То есть поставим 1250. Вообще изумительно, классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Да, острая штука, хорошо обрабатывается материал Получается блестящий рез Красиво Ну а сейчас, друзья, на примере вот этого кусочка профтрубы 15х30 мм Стенка полтора Я продемонстрирую вам работу фаскоснимателя Как он работает Сейчас просверлим отверстие Например, 7 мм произвольно Как я уже говорил, можно и снаружи его применять, фаскосниматель То есть переворачиваем так лезвие Вот так И вот так вот снимаем фасочку Вот, фасочка снята Ну и самое интересное Сейчас я изменю положение камеры Ну и вот, собственно, друзья Нажимаем на кнопочку Заводим туда фаскосниматель И снимаем фаску Вытаскиваем инструмент Все Вот так он и работает И снаружи И снутри Вот такие сегодня были небольшие обзорчики, так сказать Разных прибамбасиков Надеюсь, вам понравилось На этом все, друзья, у меня на сегодня Всем пока До встречи